Здравствуйте, ребята! Меня зовут Кальчур Марина Валерьевна. Я учитель географии, магистр педагогических наук, ГУ средняя школа номер 2, город Табыл, отдел образования Акимата Кустанайского района. Тема нашего урока – политическая типология стран в 8 класс. Цель нашего урока – 8.6.1.2 классифицирует странные меры по форме правления и государственному устройству. По форме правления выделяют республики и монархии. Монархия является древней формой управления государством. В качестве примера можно привести Древнеримскую империю. В условиях монархии верховная власть в государстве сосредоточена в руках единоречного главы – императора, короля, герцога, князя, султана. Право управления государством в большинстве случаев передается по наследству среди представителей одной династии. В настоящее время в мире имеется 29 монархий. Почти все они расположены в старом цвете. В Азии – 13, в Европе – 12, в Африке – 3, лишь одна, в океании – королевство Тонго. Виды монархий. Большинство монархий являются конституционными. В условиях конституционной монархии власть монархов ограничивается конституцией. Еще один тип монархии – это абсолютные монархии. В этих государствах нет избираемого парламента, исполнительная власть подчиняется монарху. В мире не так много таких монархий. Большинство расположено в Азии. Уаэ, Бахрейн, Катар, Кулей, Ома. Одна из разновидностей – теократическая монархия. Глава государства одновременно выполняет функцию религиозного руководителя, например, Ватикан. Подавляющее большинство стран мира по форме правления являются республиками. В республиках верховная власть принадлежит парламенту, а глава государства избирается населением страны или специальным избирательным органом. Республиканская форма правления была введена в результате буржуазных революций в Европе. В настоящее время софер шесть независимых государств являются республиками. По государственному устройству делятся на унитарные и федеративные. В унитарных государствах административно-фесториальные единицы подчиняются непосредственно центральному правительству, где реализуется общий закон. В условии федеративного государства сохраняется определенная политическая и экономическая самостоятельность членов федерации, входящих в его состав. Субъектами федерации могут быть провинции, штаты, земли. На этом наш урок подходит к завершению домашних заданий. На конкурной карте отметить первый вариант республики, второй вариант монархи. Спасибо за внимание. Желаю вам удачи. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...